Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тем не менее, через какую-то борьбу Вот это имя через мою сестру, как бы несмышленное дитя Я был назван, а потом выяснилось, что у меня такой великий покровитель И довольно, мягко говоря, прохладное отношение к Владимиру Ульянову У нас один, Владимир Красносолнышко, по былинам Другой по летописям Третьи догадки Причем догадки, может быть, даже интереснее, чем... Как сейчас говорят, сейчас по телевизору делают реконструкцию Знаете, реконструкция? Актеры играют какую-то реконструкцию Так вот, реконструкция жизни святого Владимира намного интереснее, чем то, что есть Потом, в житиях есть вещи, которых нет нигде Значит, человеческая память и что-то, например, выбор религий Там такие подробности потрясающие, которые удивительные Они явно их придумать невозможно, потому что они связаны с личностью самого равноапостольного князя Потому что он был злодей, он же прошел по тому пути, по которому прошел апостол Павел И другие гонители, понимаете? Он же злодей был, был самый настоящий, распутник Ну вот И который оставил себе память как потрясающим, милосердным Он там кормил всех коллег, нищих Понимаете? Когда правитель дает такой образ своей деятельности Это же запоминается очень надолго Пиры устраивал, не только для бояр, но и для простого люда Ну, какие-то вещи Поэтому вот как бы все там в нем есть И очень богатая личность Очень богатый святой И возможно даже недооцененный Недооцененный в себе Так же, как и Ольга, кстати Почему феминистки ее на свое знамя Не, так сказать, не запечатлевают Вот Такой пример Такой женщины Потрясающей И мудрой И жестокой И правительницей И христианки настоящей И там так Так много всего У матушки, матушка Ольга у меня У матушки есть стихотворение По хвала Ольге И там Ну, знаете, как Еще Танянов называл Про поэтический язык Теснота стихового ряда То есть Там так тесно И туда вкладывается столько информации В очень короткое В очень узкое пространство Ограниченное пространство Что Любая эта информация Приобретает Некую метафоричность Надмирность И вот в этом стихотворении Там так много сказано О Ольге Что Жалко, что нету У него стихов И Владимира Когда-то мне Метрополит Антоний сказал Я ему говорил про то, что Мне сказали, чтобы я К прославлению одного святого Написал Житие Еще я не был священником Я должен был собирать материалы Этому святому И когда я стал собирать материалы Я у историков Прочитал очень много плохого Об этом человеке И тот, кто мне это заказывал В издательском отделе Я Сказал Не буду у меня времени Нет Не буду А потом у метрополита Антония Который был на Соборе Где канонизировали Этого святого Я говорю Что мне теперь делать Я когда-то отказался Писать Житие Его А он теперь святой Он говорит Выясните с ним отношения Лично Попросите у него прощения Спросите О тех недоумениях И он вам каким-то образом ответит Вот это поразительная Короткая связь У таких людей Как молитвенников Как метрополит Антоний Связь со святыми Вот Она У меня только в редкие минуты Бывала в своей жизни Понимаете Я Какая-то она Нечем не похвалиться В этом смысле Но то, что вот так вот Можно спокойно Как он это сказал Как будто все равно Выпейте чашку чая С кем-то Да С каким-то святым Выясните Объяснитесь Просите прощения Спросите у него Он вам ответит Понимаете Вот это Вот таких С тем святым У меня Ну как бы состоялся Диалог А вот с Владимиром Как-то я Почтительно Отступаю Я как-то не могу быть С ним на коротке Понимаете Вот Хотя Все Казалось бы Есть У меня есть Икона Написанная Отцом Зеноном Прекрасная Икона Владимира Дома Пока Пока у нас в храме Не было Я на Владимир день Приносил ее Выставлял На налое У нас в храме Чтобы Это Чтобы она имела Эта икона имела Еще и церковную жизнь Какую-то Вот Казалось бы Все есть А вот этих Коротких отношений С другими есть С другими святыми есть